Мой первый тренер, он мне преподнес тот стиль, который называется Power Moose, вращение. Самый тяжелый период жизни. Нужен ли мне хип-хоп, либо нужен ли мне брекинг, либо мне пойти на завод. Вот так мы, короче, переходим быстренько в первый дивизион за счет одной тусы. Мне интересует, сколько вообще зарабатывали во время вот самого-самого хайпа. Ой, блядь. Не ругайтесь матом. Почему ты ушел из команды Street Masters и почему она развалилась? Ух, это было так давно. В далекие 2005-е годы. Наверное, ушел потому, что захотелось создать что-то свое, именно близкое, по духу. Вот. Захотелось собрать вот эту кучку людей из молодых ребят и, наверное, стать капитаном своей команды, своего корабля, чтобы направить его на верный путь и на верное развитие. Вот. Street Masters отличная команда была, супер вообще, ребята, все отлично. Но захотелось, наверное, по большей части что-то свое. Чтобы было по большей части духовное, чтобы это шло как одно целое развитие, как один большой организм. То, чего я, наверное, не смог изъять или взять в команде Street Masters. Вот. Поэтому, собственно, я и ушел из Street Masters. Вот. А почему развалилась? Развалилась? Да я не знаю. На самом деле, когда я уходил, она еще была в целом составе, там люди постоянно менялись. Приходили новые, уходили старые. Вот. А развалилась? Да я не знаю, почему на самом деле. Потому что мое последнее участие после 2005 года, оно произошло в 2008-м. Мы тогда совместились с моей командой и совместились со Street Masters. И тогда выиграли Battle of Belarus в 2008-м. Вот. Это были, наверное, наши... Был наш последний фестиваль Street Masters. Вот. И все. И потом люди продолжили дальше, там, принимать участие в этом коллективе. А я дальше продолжил свою дорогу и свой путь. Вот. И почему она разрушилась, я не знаю. Просто однажды я узнал, что больше такой команды не существует. Вот. Ну и, в принципе, все, что знаю об этом. Свой путь, это значит, с командой Dispoilers? Да. Свой путь с командой Dispoilers, а также Plan DS Crew, вот, которая просуществовала три года, волшебных три года. Это были хорошие, замечательные времена, добрые. Вот. И было здорово. Был огонь. Такой вопрос. Street Masters это была команда, которая была на самом хайпе, на самом пике в Беларуси. Наверное, не только. Мне интересует, сколько вообще зарабатывали во время вот самого-самого хайпа. Хороший вопрос. Ну да, Street Masters, вот, хайп у них начался в 2000 году, самый пик 99-й даже год где-то. Вот. Ну, самый хайп такой, самый-самый мощный хайп. Пришелся, наверное, второй, третий, четвертый, пятый года, где было максимально много работы, максимально тебя все знают, максимально концертов, максимально всяких съемок, видео, вот. И достаточно были вообще даже на то время, наверное, даже чересчур популярные, вот. И, ну, зарабатывали, не могу сказать точно сколько, ну, хватало, чтобы не запариваться вообще ни о работе, ни о еде, там, что на себя надеть и за что пойти потусоваться или погулять с девушкой. Вот. Все было так, все свободно как-то, в достатке. И это были тоже в каком-то образе замечательные времена со Street Masters. То, что оно дало вот именно вот это вот то, что, типа, как переходящий момент, типа, из детства, из юношества, типа, во взрослую жизнь, но при этом что-то нужно делать и где-то вращаться. Вот. Это была хорошая база для того, чтобы поднять свой профессиональный уровень и плюс зарабатывать какую-то денежку уже, там, на 18-19 свои годы, там, на 17 лет. Вот, чтобы дало большой определенный толчок в моем развитии, в дальнейшем. Чтобы вы понимали, команда Street Masters, это была, наверное, самая популярная команда в Беларуси и ее знали за пределами Беларуси. И она очень многих вдохновляла. Твой самый тяжелый период в жизни? Ну, на самом деле, периоды в жизни всегда бывают. И сложные, и легкие. Это как зебра. Вот. Ну, от нас только зависит, насколько будет в хороших моментах, либо каких-то разочарований. Вот. Ну, один из таких сложных моментов, который перешелся на мою долю, это где-то с 2010 по 2013 год, три года выпада вообще, непонятное небытие. Вот. И, ну, это был один из таких сложных моментов для того, чтобы разобраться в себе, понять, что нужно от жизни, куда дальше идти, нужен ли мне хип-хоп, либо нужен мне брейкинг, либо мне пойти на завод, либо там, идти дальше кем-то работать. Тот период, когда, типа, осаживают на стул, и ты сидишь, разбираешься и думаешь, что бы тебе нужно делать дальше. Вот, наверное, ну, в процессе вот этого всего происходили тоже разные чудеса в жизни, которые не давали тебе подняться, наоборот, только давили вниз. Вот. И в эти моменты ты уже ищешь себя, находишь, чем хочешь заниматься и так далее. Реально по жизни, чем хочешь заниматься, а не просто, знаешь, ходить на работу и зарабатывать деньги, и все, на этом жизнь остановилась. Ну, как-то так. Тогда такой вопрос, как ты сумел разобраться в себе и какой выбрал путь? Ну, разобраться, да, ну, как-то само собой через грабли, наверное, через грабли, через камни. Падаешь, встаешь, падаешь, встаешь, и вот этот вот период, он три года длился очень долго. И со временем начало выравниваться. Где-то друзья поддерживают, те, которые там максимально близко были, да, остались. Либо там какие-то товарищи вдохновят, либо еще что-то вдохновит. Ну, постепенно-постепенно начинаешь выкарабкиваться, и уже со временем становится уже намного проще и лучше. Но, опять-таки же, приходим к тому, что все равно приходят и такие моменты хорошие, и типа сложные моменты, и с ними нужно постоянно бороться. Вот, а чтобы бороться, то нужно развиваться внутри себя, развивать свой мир, потому что внутренний мир дает больше возможностей для реализации добрых дел и светлых моментов в жизни. Потому что если внутри себя это все не делать, не развивать, не развивать себя, то оно и будет как зебра. Даже зачастую черная полоса, чем белая. Назови три самых крутых брейкданс-танцора, на твой взгляд, из Беларуси. Неважно, из старой, из новой школы, абсолютно неважно. Да на самом деле сложно назвать кого-то лучшим в нашей стране, ну, одним из лучших. Конечно, можно перечислить имена какие-то, но это все имена, которые сделали в определенный промежуток времени, там с 2000-х по нынешнее время, в определенный кусок времени, какой-то толчок для развития, какую-то частичку внесли, и каждый был хорош в свой промежуток и отрезок времени в развитии белорусского хип-хопа. Вот. Но на данный момент меня очень вдохновлял, вот МАЗ вдохновлял все время, кто еще из таких, которые мне больше всего нравились, вообще, в принципе, за все время. Да все нормальные ребята, на самом деле. Вот МАЗ, типа, он вдохновлял то, что он постоянно, постоянно он был вот на этом передистале, и он постоянно боролся и делал не то, что делают остальные, не похожие на всех, наверное, поэтому. И плюс еще, почему он, потому что у меня с ним определенный промежуток времени были постоянно, типа, терки, и мы постоянно, постоянно бились. То в финале сражались, зачастую я ему проигрывал, то где-то в кругах бились. Короче, было очень жарко, очень все серьезно, вот, наверное, поэтому я могу его одного из отметить. Ну и остальные тоже крутые ребята, и Сироп, и Фантоз, кто там, ну это уже позже поколение Ваня, там, вот, да и Конквистадор хороший, ребята, все молодцы, и там, из Могилева, из Витебска, и с этого. С Гомеля, тоже крутые все ребята, не могу выделить кого-то, все, каждый в своем стиле, варится, и это круто, и в принципе, молодцы они все. Сейчас ты начал заниматься организацией мероприятий, вот, что тебя на это сподвигло, и что тебя ждать в дальнейшем? Вот, хороший вопрос. Сподвигло, да, я не знаю, просто случился один момент, поехал в Турцию на контракт, вот, на 4 месяца, и вот, вот, посидев там один, в одиночестве, кроме шоу, больше нечем было заниматься, кроме тем, что сидишь, думаешь, только и купаешься в море, вот, и сил на стул, подумал, чем я хочу заниматься еще, кроме того, что танцевать брэк-данс, что я еще умею делать, ну, чем я могу быть полезен в хип-хопе, и как я могу развивать свою культуру, там, где я живу, ну, я имею в виду Беларусь, Минск, вот, и что я могу для этого сделать, вот, и начал разбираться в себе, искать какие-то моменты, может рисование, может быть заняться диджеингом, а может быть там организация какой-то, вот, и долго-долго думал, я пришел к тому, что все-таки хочу развивать организационные способности, организовать какие-то хип-хоп мероприятия, чтобы было все-таки в нашей стране как-то повеселее, чтобы вот стать одним из человеком, плюс к тем, кто уже был до этого, да, и есть те, кто организовывает, чтобы еще один был человек, который делает свои движухи только со своей колокольной, и чтобы хип-хоп культуру двигать, типа, вот, и при этом как бы это же не брэк, что нужно на руках все время стоять, там, и до сорока лет, до пятидесяти, а еще, кроме этого, фестивали, которые можно всех привозить, привлекать и, в принципе, находиться в той же атмосфере, только ты уже создаешь этот праздник для других, вот, и когда мы, когда я приехал из Турции, мы сделали, организовали первый фестиваль, он достаточно был сложный, так как я, в принципе, ничего не организовывал до этого, я всего лишь обращался к своей визуальной картинке, как это должно выглядеть, вот, и все, и с первого раза это очень понравилось, как бы весь этот процесс интересен, вот, и в дальнейшем мы не останавливаемся, вот, каждый год что-то делаем, пробуем какими-то образом, методами, вот, но мне это очень нравится, типа, и мы это продолжаем делать. Будешь ли ты продолжать танцевальный путь, выставляться на фестивалях и двигаться дальше, как в бой? Тоже хороший вопрос, ну, пока что не знаю, тренируюсь, как получается, танцую, как получается, потому что, сейчас мысли направлены немного в другую стезю, именно творчество, вот, так что нет таких особо мыслей, что прям, вот, готовиться, Red Bull, там, к примеру, бисева, нужно подготовиться два месяца, вот, и путь в бой, типа, там, серьезными конкурентами, такого нету, как бы, но, в принципе, где-то там у себя внутри этот вот червячок все-таки йокает, что хочется еще ворваться на битвы какие-то и поучаствовать, может, что-то еще и поднять какие-то тусы, но, тем не менее, все равно, в любом случае, куда-то поеду, где-то буду участвовать, вот, пускай это будет не суперкрутые тусы, но будут достаточно хорошие мероприятия, где можно проявить себя, качнуть в кругах, потому что без этого никак, жизнь – это танец, или танец – это жизнь, ну, как ни крути уже, это уже не хобби, это уже образ жизни, уже без него никак, и поэтому захочется потанцевать, поучаствовать, пришел, поучаствовал, захотел в кругах потанцевать, пришел, в кругах потанцевал, как бы никаких преград не вижу, ну, да, буду танцевать дальше, без этого никак. Какие люди повлияли на начальном пути развития тебя как танцора? Два человека повлияло на мое определение, чем, какой стиль я должен приобрести в брейк-дансе, это Дима Электрик из команды Мультистеп, вот, их команда остановила свое развитие в первом или во втором году, если не ошибаюсь, вот, это был мой первый тренер, он мне преподнес тот стиль, который называется Пауар Муз, вращение, вот, я в него влюбился, начало тренировать, потом мой тренер первый уехал на контракт в Тайвань, с пожитками на совсем, вот, и я остался один, ну, продолжал тренироваться, и потом в моей жизни появился человек, появилась, в моей жизни появился человек, это Стас из команды Бит Пайлз, самый лучший мувщик Пауар Муз на тот момент в нашей стране, ну, вот, причем на три головы выше всех, вот, на уровне даже Россия, СНГ и так далее, вот, и он стал моим вторым сенсэм, который меня прямо взял в руки и сказал, вот, приглашал меня к себе домой тренироваться, постоянно с ним проводили вместе время, и он дал мне второе, типа, вот это вот дыхание, молодое дыхание, которое меня выстрелило на определенный другой уровень, вот, за что я ему предельно благодарен, вот, и до сих пор с того дыхания на этих парах и иду, до этого момента. Стаса-то, который самый первый в Беларуси начал крутить твисты. Твисты, да. Если не ошибаюсь, первый в Беларуси сделал десятку, или девять, или десять твистов прямо вподряд. И если я не ошибаюсь, он ездил, занимался, тренировался у Flying Steps. Да, он ездил тренироваться к Flying Steps три года в подряд, вот, в школу к ним на месяц. Это Flying Steps, чтобы все понимали, да, это чемпионы мира 2000-го года и, в принципе, до 2000-го, чемпионы мира 95-го года. Это одна из на крутейших команд и легендарных команд Европы и мира вообще считается. Вот. И его там наградили техникой, типа, как нужно все красиво, правильно тренировать и по каким критериям на тренировках. Вот. И плюс его данные, задатки творческие и, в принципе, спортивные, потому что до этого он занимался спортом. У нее были определенный склад ума по понятию техники и разборов, и как это можно было максимально в ближайшее время раскрутить так, кто не мог это сделать до этого момента, на тот момент, в Беларуси. Вот. Он очень крутой чел, вот, и он стал моим вторым сенсейм, который подарил мне вот эту муверскую жизнь, скажем так. Ну, потом все по накадочке уже там. Какой фестиваль для тебя стал самым значимым на протяжении твоей всей танцевальной карьеры? Ну, прямо такой, самый запоминающийся. Ну, на самом деле, таких фестивалей достаточно. Вот. Один из которых тоже выбросил на другой уровень развития – это Battle Belarus 2004 и поездка на Ялту Summer Jam, наверное, тогда называлась «Битва года в Ялте». В 2004 году мы заняли тогда лучшее шоу. Вот. Ну, для меня это был мой первый выезд куда-то вообще за пределы Беларуси. И сразу лучшее шоу и с такой большой командой. Вот. Поэтому это стали вот два чемпионата, которые мы в один год, типа, для Беларуси это было, ну, фурор, типа, сделать какие-то вот эти вот… Не ругайтесь матом. Короче, этот год был волшебный для меня, вот, в плане подъема. Потом один из запоминающихся фестиваля – это 2008 Battle Беларусь, потому что там был особый дух и вдохновение, он запомнился очень. Мы там круто загасили и очень здорово победили всех, выиграли все это. И очень крутая подготовка к этому мероприятию была, тоже очень запоминающаяся. Ну и, наверное, один из таких запоминающихся и топовых фестивалей, которые сделали легенды, вернее, легендарный фестиваль – это Battle of the E. Battle of the E 2015, где мы в составе команды Keyenges заняли второе место. Это, наверное, на пятый или на шестой раз на нашу поездку туда, как бы наконец-то хоть второе место, хотя и могли первое. Но, тем не менее, это один из запоминающихся моментов ярких, которые были в моей жизни. Ну, еще и плюс яркие моменты были, когда вот собрали сборную Беларусь по брэк-дансу, вот пришел тот момент, 2008 год. И вот с 2008 по 2010 были фестивали, сложно сказать, там, B-Boy Uni, там, битва Юго-Востока в Питере, фестиваль, вот, где мы заняли первое место. Тоже были для меня очень такие яркие пятна, которые давали определенное понимание новое какое-то и развитие, толчок дальше двигаться, чтобы не останавливаться. Вот это были такие одни из ярких пятен. Ну, и были разные мероприятия и фестивали, которые находились и за границей, в принципе, в Европе, но я бы не отметил какие-то, знаешь, яркие, прямо для себя лично. Вот, фестивали круто, все класс, отлично, но как бы яркие пятна, которые дали вдохновение и дальше развиваться, это вот эти мероприятия, которые я перечислил. Я помню, ты мне рассказывал, что для тебя когда-то фестиваль Зеркало улиц, но он стал тоже таким значимым, потому что у тебя стояли условия, тебе тогда, я помню, Егор Морозов стоял условия, что если ты со своей командой план Диэст и Диспойлерс, побеждаешь, то он тебя дальше допускает. И ты, короче, да, все-таки выиграл этот фестиваль. Да-да-да, раньше была такая вообще замануха. В 2000-е, там, 4-е, 5-е года было, насколько ты помнишь, 2 категории, короче, команд. Первая категория – это профессионалы, те уже, которые по 4-5 лет танцуют. Вот, ну, 5 лет танцевать, да, вроде 5 лет, а кажется, на самом деле, мало очень, вот. И вторая категория – там, где начинающие, то есть второй легион, вот. И во втором легионе нельзя было танцевать тем людям, которые уже в первом легионе. И наоборот, вообще, в принципе, нужно было выиграть этот легион фестиваль, он назывался Зеркало улиц. И тогда только, если ты его побеждаешь с командой своей, ты переходишь, типа, в первый легион, там, где все топовые чуваки, вот. И так как я ушел со Стритмастерс в 2005 году, и у нас создалась молодая команда «План Диас», мы должны, они должны были, мы должны были пройти вот этот этап. Но без меня, как бы, в принципе, они могли бы его пройти достаточно свободно. Но, как бы, я тоже делал свою весомую роль, играл в этой команде. Вот. И тогда, когда мы подали заявку к Морозову, а тогда мы с Морозовым, у нас было минимально, типа, дисконект. Вот. В итоге, что произошло? Приходим к нему и говорю, Егор, я хочу участвовать со своей командой молодой, вот, на Зеркало улиц. И он говорит, хорошо, только оставлю себе, типа, условия. Если ты не выигрываешь с командой, фестиваль мой, то ты не участвуешь на моих фестивалях в первом дивизионе. Либо, если ты выигрываешь, тогда ты вместе с командой автоматически перебрасываешься. Я говорю, хорошо, окей, с ним договорился. Ну и все, мы приходим на фестиваль и занимаем первое место. Вот так мы, короче, переходим быстренько в первый дивизион за счет одной туса. И все, и мы радостные, все рады, все отлично. Егор тоже радуется с нами. Егор Морозов, это, наверное, один из первых организаторов, который делал прям такие мощные, масштабные тусы. Да, да. И ему за это респект. И он являлся, можно сказать, продюсером команды Street Masters. То есть там прям такая личность серьезная. Да, Егор Морозов, это один из организаторов на то время, который делал самые-самые крутые тусы. Вот, и как сказал уже Рома, это наш продюсер-менеджер команды Street Masters, за что я ему отдельное благодарствие. Он тоже сделал свой вклад в мое творческое развитие и, наверное, юношеское развитие, как человека, который еще без головы бегал, он пытался как-то нас, был как батя для нас. Вот, вот так скажем. Поэтому Егор Морозов, peace, love, unity and have fun. Следующий вопрос. Брэкданс стал олимпийским видом спорта. В 2024 году будет Олимпиада. Как ты вообще относишься к тому, что брэкданс стал олимпийским видом спорта? И твое отношение к федерации по брэкдансу в Беларуси? Угу. В принципе, отношусь к тому, что сейчас происходит, официальный вид спорта, да, стал олимпийский, вот. В принципе, имеет место быть, вот. Потому что сейчас, например, 2020 год, все развивается такими темпами, что ого-го. Вот. И, с одной стороны, я счастлив и рад, что такое есть, что такое создали. Потому что сейчас молодое поколение, которое будет развиваться, да, дальше идти, они, по крайней мере, могут знать. Типа, вот они тренируются для этого, для этого, для этого. И они за это будут получать хорошие бонусы в итоге, да, если это все-таки организуется и все получится круто, вот. Ребята будут получать хорошие бонусы какие-то, там, даже денежные, там, призы очень ценные, да, допустим, было бы здорово квартирку-машинку, как для наших спортсменов. Поэтому это имеет место быть. Но, как бы, нельзя отрицать тот факт, что брэкданс – это, в первую очередь, культура, как бы, она принадлежит хип-хоп, это творчество, это мышление. Там нет каких-то критериев. Там, ну, в принципе, все по факту. Пришел, победил, как бы, нет подготовки такой. Хотя и подготовки тоже имеют место быть, как бы, все развивается, эволюционирует. Но, тем не менее, как бы, в первую очередь, я за творчество, как бы, брэкданс – это творчество, потому что это творить, это создавать новое, как бы, это мышление, это креативность. Поэтому, ну, как бы, ну, как-то так. Вот. Я и за то, и за это. Вот. Ну, больше за творчество. А так, имеет место быть. Угу. И второй вопрос? И второй вопрос – как отношусь к Федерации? Да, хорошо отношусь к Федерации. Вот. К нашей Белорусской Федерации отношусь отлично. Почему? Потому что они тоже делают свое дело, развивают, дают возможность многим школам развиваться, дают какие-то определенные бонусы, вот, и за счет которых могут развиваться все школы нашей страны по брэкдансу. Вот. Поэтому тоже это имеет место быть, это идет тоже определенный уровень уже развития. Вот. Поэтому все классно, все чекирают, никаких вопросов к этому нет. Про Федерацию почему задал вопрос? Потому что очень много негатива пошло, когда вообще создалась Федерация, и для многих это было что-то странное, что-то непонятное, и многие там говорят, что вроде идут там взносы, вложения, но никто не понимает, куда это потом все выходит, поэтому я задал этот вопрос. Ну, то есть, интересна была твоя точка зрения. На самом деле, про взносы и вообще, и про эти все движения как бы их, да, Федерации, я не знаю, потому что я не варюсь в этой каше. Как бы я знаю какие-то там стандартные моменты, вот. А что-то там максимально внутреннее, я вообще не в курсе. Вот. Чем занимается она, что она делает. Знаешь, что развивает, все отлично. Чемпионаты идут, дети танцуют. Все отлично, все в официальном уровне. Ну, как бы, ну, это тоже имеет место быть, и это круто, здорово. Что тоже, наконец-таки, вышли на какой-то уровень определенный, где поддерживает государство хотя бы вот таким образом, ну, уже есть Федерация, это уже круто. Как бы, мы не просто уже рэп на голове. Как бы, уже есть определенная коалиция, там, вот. Ну, есть такие моменты, есть такие моменты. Ну, как бы, и кроме Федерации тоже есть определенные личности, которые тоже, они стоят на месте и развивают хип-хоп. И хип-хоп, и хип-хоп, и движение в нашей стране, вот, как получается, так и делаем в данный момент. Было бы, конечно, здорово, если бы еще подключились какие-нибудь спонсоры, вот, и сказали, вот, ребята, вам определенные бонусы сделайте круто, и мы бы это сделали без проблем. А так как получается, так получается, и у Федерации тоже хорошо это получается. Поэтому самое главное друг другу не мешать, вот, не клеветать друг на друга, а заниматься своими делами. Каждый занимается своим делом, и вместе получается что-то. Это хорошо. По поводу спонсоров, знаешь, скажу еще такую тему, что я, в принципе, тоже когда организовываю тусы какие-то, и не только там связаны с хип-хопом, вообще разные, но касаясь того, что хип-хоп, часто обращаешься и говоришь, вот я там организовываю там хип-хоп-фестиваль, они такие, о, хип-хоп, не, все, давай. Я говорю, в чем дело? А мы уже наработались, нам хватило. И зачастую, ну, я так считаю, что часто ты приходишь, и идет недоверие, потому что кто-то до этого тебя сделал какие-то косяки. Ну, то есть не выполнив какие-то обязательства перед спонсорами, еще что-то. Поэтому я считаю, что сейчас такое время, когда надо к спонсорам подходить уже более лояльно, более адекватно и выполнять все требования, чтобы они оставались. потому что зачастую спонсоры не мало то, что срываются, а они просто не хотят, потому что до этого уже они где-то на ком-то обожглись. И зачастую такое происходит, но я думаю, в дальнейшем, что все будет классно, все круто и спонсоры будут подтягиваться. Что ты хочешь пожелать молодому поколению танцоров? Хочу пожелать, не останавливайтесь, ни в коем случае, будьте самими собой и делайте то дело, в которое вы влюбились, никого не слушайте. Вы сами все поймете потом, нужно ли это вам, не нужно ли это вам. Просто двигайтесь и никого не слушайте. Приходите в зал, тренируйтесь, танцуйте, общайтесь с друзьями, общайтесь желательно в большой компании, максимально собирайте своих единомышленников. Не двигайтесь в зал, там вместе танцуйте, тренируйтесь, общайтесь, развивайтесь. А еще хочу пожелать, оставайтесь с самого начального пика и дай бог, чтобы вы дошли до профессионалов. Соблюдайте или не соблюдайте, наверное, а сохраните честность, порядочность и искренность между своими. Это вам достаточно поможет подняться на высокий уровень и оставаться как бы человеком при этом. И удивляйте нас не красивыми видосами, а красивыми победами на фестивале. Е-е-е-е. С нами был Би-Бой Сокол и по традиции мы сделали такую тему. Будет какой-то подарочек от тебя. Надо придумать какие-то условия, за которые подписчик получит подарок. Что мы придумаем? Ну, у меня есть предложение. Это тот, кто назовет первую мою команду, с которой я начал танцевать, получит приятный бонус. Давайте так, первый комментарий с командой, в которой Андрей Соколовский и Би-Бой Сокол начал танцевать. Получаю сразу от него подарочек. Мы сделаем скрины, все сделаем красиво, все будет честно. Всем спасибо за внимание, всем привет и до свидания. С вами был Роман Новосельский, Би-Бой Сокол. Это рубрика «Беларусь Дэнсерс Лайф». Е-е-е-е. А это было? Конечно. Не до свидания. Все понятно. Что значит? Продолжение следует...